Приветствую, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал. Ведь мы стараемся для вас. А мы начинаем. Лера Кудрявцева 20 лет посвятила работе на Муз-ТВ. Звезда искренне любила телеканал и поддерживала теплое отношение с его руководителем. Однако два года назад телеведущая ушла со скандалом, разорвав и дружбу с Арманом Давлетяровым. Лера Кудрявцева всегда была за то, чтобы обновить состав ведущих премий Муз-ТВ. Звезда говорила, что нужно брать молодых и перспективных, однако советы руководство приняло слишком буквально. Так в 2020-м блондинку неожиданно заменили на Ольгу Бузову. Теледива была бы рада, не сделая Арман Давлетяров кадровую перестановку без ее ведома. Кудрявцева резко прекратила сотрудничество с Муз-ТВ и общение с самим Арманом. Впрочем, через год она вновь появилась на экране канала. Почему вернулась? Потому что меня пригласил новый руководитель Захар Бабин и сказал. Лер, я знаю, что там у тебя произошло, я все слышал, но я бы хотел тебя вернуть. Я ответила, Захар. Очень люблю этот канал, на котором проработала много лет, но, к сожалению, это невозможно, потому что я уже официально и давно работаю на НТВ, готова быть приглашенным гостем, ведущим, но прямо работать там не могу. С Захаром мы нашли общий язык, подружились. Сейчас мы сотрудничаем, чему рада. Я не просилась, меня попросили, призналась Блантинка. Лера выразила большую благодарность генеральному продюсеру НТВ Тимуру Вайнштейну, который пригласил ее после ухода с прежней работы. Я очень его люблю и уважаю. Теперь я официальное лицо НТВ, говорила она в интервью Ирине Безруковой. А вот восстановить общение с Давлетяровым звезда не смогла. История не про то, что я обиделась на замену молодой и красивой. Нет, это история про дружбу. Это более болезненно. Человек не позвонил, не предупредил. Я узнала о замене из изданий. Разочарование в человеческих качествах меня ранит. Негодовала звездная блондинка Лера Кудрявцева. Спасибо за внимание. Если вам было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня.